Всем привет! И в этом видео я расскажу, зачем использовать прокси для рекламы в ТикТок и зачем настраивать прокси в приложении Ads ТикТок. ТикТок, как вы знаете, одна из самых популярных соцсетей в мире, которая позволяет не только смотреть и размещать контент, а и неплохо зарабатывать. Чтобы заработать в ТикТок или привлечь новых клиентов, нужно постоянно размещать новый контент и оставаться активным. Но даже это может быть недостаточно, чтобы стать популярным и набрать базу подписчиков. Требуются специальные сервисы и программы для автоматизации продвижения. Прокси в ТикТок используется для того, чтобы не попасть под антифрод-систему. ТикТок почти как Фейсбук в плане банов. Банит все. Особенно если дело касается мультиаккаунтинга. И неважно, занимаетесь вы масс-фолловингом или просто фармите аккаунты. Если профили несколько, социальная сеть банит их тут же. Все потому, что подозревает профили с одинаковыми IP, как сетку аккаунтов. А обычному пользователю сетка аккаунтов ни к чему. Поэтому для работы с ТикТок Эдс рекомендуется использовать прокси. С помощью прокси можно регистрировать новые аккаунты и продолжать массовые активности. Не переживая и о том, что вас заблокируют. На этом у меня все. Продуктивной вам работы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова